Друзья, всем добрый день! Мы с вами, как всегда, на детском канале Дарвенского музея. Я отвечаю на ваши вопросы. Нам поступил вопрос от Дмитрия, который попросил рассказать о животных, ведущих подземный роющий образ жизни. Но животных этих так много, и они такие разные, что вместить их всех в одном видео просто нереально. Поэтому я решила выбрать вот, пожалуй, одного из самых странных и необычных животных, который называется Звездорыл. И чем же это животное так необычно? Но сразу по его названию понятно, что его облик не вполне тривиален. С одной стороны, это животное семейство Кротовы, и в целом его строение, его формы тела, формы конечностей очень напоминают нашего обычного европейского крота. У него такое вольковатое тело небольшое, у него роющие конечности, причем передние развиты гораздо лучше, чем задние. Они вывернуты ладонями назад и снабжены достаточно такими большими когтями для того, чтобы копать землю. У него очень маленькие глазки и зрение его, в общем, не выдерживает, конечно, никакой критики, но зато у него есть совершенно потрясающий орган. Это и есть та самая звезда, которую животное носит на своем носу. Эта звезда состоит из 22 отростков кожных, которые расположены по 11 вокруг каждой из ноздрей. Они разной длины, и что еще поразительно, эти отростки, несмотря на то, что они невероятно подвижны и способны совершать множество мельчайших движений очень быстро. У них нет ни костей, ни мышц. Они снабжены сухожилиями, и эти сухожилия крепятся к мышцам, которые крепятся, в свою очередь, к черепу. Каждый такой луч звезды снабжен огромным количеством маленьких сосочков, и эти сосочки это очень чувствительные тактильные органы, которые называются органы эймера. Их расположено на звезде нашего звездорыла порядка 25 тысяч. Зачем животному такой сложный орган? Представьте себе, живет животное в Северной Америке, в ее восточной части, и населяет в основном влажные территории. Это могут быть или влажные леса, или какие-то заполученные участки. Но, в общем, там, где сыро, там и хорошо ему. И это животное также ведет роющий подземный образ жизни. Он прорывает огромное количество ходов. Ходы вместе в совокупности составляют от 3 до 5 километров примерно, то есть достаточно большая площадь. Но интересно, что часть этих ходов располагаются не под землей, а выходят под воду, поскольку это животное ведет такой полуводный образ жизни и в воде проводят довольно много времени. И в воде чувствует себя также прекрасно, как и под землей, а также нередко охотится прямо на поверхности земли, что для наших кротов, в общем, не свойственно. И это животное, ну, это просто какое-то фантастическое существо. Если бы оно было не такого маленького размера и не выглядело таким мимишным, если бы оно увеличить его хотя бы в несколько раз, то, наверное, это было бы существо, как из фильма «Чужой». Оно просто выглядело пугающе, потому что животное необычайно прожорливое и практически все свое время, когда животное не отдыхает, не спит, оно находится в поисках добычи. И его вот эти вот лучи, его звезды, они постоянно находятся в движении. И это самый, пожалуй, чувствительный тактильный орган вообще среди всех млекопитающих, которые, по крайней мере, пока известен. Кроме того, это животное было включено в Книгу рекордов Гиннеса как самое быстро едящее млекопитающее. Что иметь в виду? Для того, чтобы обнаружить добычу, как раз и использует звездорыл свою звезду и очень быстрыми движениями ощупывает все, что находится вокруг, неважно, где это в норе или это на дне водоема, ощупывает очень быстро. И было подсчитано, что примерно в одну секунду он ощупывает сразу 13 объектов. В общем, согласитесь, что способности достаточно такие нетривиальные. Его мозг очень быстро обрабатывает информацию, и ему, для того чтобы решить, съедобный этот объект или несъедобный, требуется всего-навсего 8 миллисекунд. Помимо того, что они так сильно определяют наличие добычи, они еще, быть может, пока точно мы это не знаем, могут служить как электрорецепторы и учитывать слабые токи, которые исходят от добычи при сокращении ее мышц. Но вот пока точно мы не знаем, так это или не так. Но скорость, с которой звездорыл решает, можно это есть или нельзя, она просто потрясает совершенно. И он очень быстро расправляется со своей добычей. Кстати, свою добычу он не захватывает звездой. Звезда – это только тактильный орган. Мы помним, да, что там нет никаких мышц, и, в принципе, использовать для захвата добычи выроста звезды совершенно было бы невозможно. Но у него есть, представьте, 44 зуба. Это изначальное количество зубов у млекопитающих, то есть у самых древних млекопитающих, по всей видимости, было столько же зубов, сколько сейчас у звездорыла. Да, еще забыла сказать, у него есть интересная особенность. Это животное активно в течение всего года, оно не впадает в спячку, оно продолжает активно действовать и в зимнее время, и искать добычу, и, соответственно, нередко передвигается, например, в водоемах подо льдом, или может просто вылезать на поверхность земли и двигаться прямо по снегу. Но, а поскольку добычу добывать зимой гораздо сложнее, чем в теплое время года, то у него есть особый стратегический запас. В отличие от других кротов, у звездорыла достаточно длинный хвост, он достигает длину 8 сантиметров, и в этом хвосте в теплое время года откладывается жир, который используется как энергетический запас в холодное время года, в зимнее, когда с добычей становится все не так хорошо. Ну, и еще одно уникальное свойство звездорыла, он может ощущать запахи под водой, на что не способны другие млекопитающие. Наши рецепторы не приспособлены для того, чтобы ощущать запахи в воде, как, например, рецепторы рыб. Мы ощущаем только те запаховые молекулы, которые растворены в воздухе, и у звездорыла вот эта звезда тоже способствует тому, чтобы ощущать под водой запахи. Он выдыхает несколько небольших пузырьков, которые звездою удерживаются. Эти пузырьки воздуха захватывают молекулы запаха, и затем он вдыхает эти пузырьки обратно через нос. Таким образом, он захватывает молекулы запахи и отправляет к нужным рецепторам. Вот такая вот интересная система распознавания запахов под водой существует у этого животного. Звезда звездорыла, она хоть очень маленькая, но невероятно чувствительная. И если сравнивать, например, с рукой человека, то у звездорыла порядка 25 тысяч рецепторов сенсорных, которые реагируют на прикосновения у нас на руке. Несмотря на то, что наша рука довольно чувствительная, их всего-навсего около 17 тысяч. Это, в общем, достаточно солидная разница. И, соответственно, у него еще и распознавание вот этих сигналов в коре головного мозга тоже очень хорошо налажено. Она происходит очень быстро за счет того, что большая часть мотосенсорной коры головного мозга отвечает именно за чувствительность вот этой вот звезды-звездорыва. Так что удивительное, уникальное животное. В чем-то ему можно, наверное, позавидовать. Чем-то оно, может быть, пугает, потому что действительно, если вы посмотрите на видео, как это животное охотится, используя свою вот эту вот звездочку, причем двигаются отдельные лучики с такой скоростью, что наш глаз не в состоянии это отследить. Скорость действительно уникальна совершенно. И вообще все реагирование звездорыла происходит с такой скоростью, что это практически на грани возможностей нейронов. И здесь мы можем ему только позавидовать. Ну что ж, пожалуй, все. Да, кстати, а вы не забыли подписаться на наш канал и поставить нам лайк, если вам понравилось это видео. Ну и, конечно, приходите к нам в музей. Мы всегда рады вас видеть. И думаю, что вы всегда найдете что-то для себя новое и интересное. Всем пока!